МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я со своими друзьями случайно попал на эту передачу. Мы начали слушать, смотреть эту передачу, когда ее записывали. Правда, не в зале, а за кулисами смотрели, следили за это. И там происходили очень такие невероятные вещи, когда сперва нас шокировало. Сперва, когда после того, что мы услышали историю и видели, у нас первоначально тоже были подозрения такие, что почему эта женщина на такое пошла. Тем более, она сняла ролик, что как будто ее детей в Таджикистане убили. Оказывается, надо это делать для того, чтобы в конце концов ей дали российское гражданство. Было 5 квартир кооперативных, дом больше этого. Потихонечку с автоматами отнимали. У меня и дочечек убили там. Зинаиде было 10 лет, Танюшке 5. Я захожу, у меня дверь выбитая, я в спальню залетаю. Их ничего не наздевались, просто убили. Они на ковре лежали обои. Ну, последнюю уже квартиру, когда отнимали, ночью это было. Все бумаги подписала, им отдала. У меня в машину, и в душам бы отвезли. И насильно в пояс посадили. Что толкнуло женщину соврать? Да так, что у самого безразличного невольно заболит сердце. Валентина Укусова, одна из тех, в чьей судьбе развал Советского Союза, обернулся трагедией. Выехав из Таджикистана в 1993 году в поисках пропавшей матери, застряла в помойках некогда примерного общества. Ее история скитаний по осколкам Советской империи продолжалась до установления новых границ между уже независимыми странами. В нескончаемых поисках собственной матери ей пришлось оставить собственных детей, на попечение знакомых. Но в 1996 году у нее украли паспорт. И вот уже второй десяток лет застрявшая в России, она борется с бюрократической машиной, пытаясь восстановиться в правах. Позвонила, все это сделала родная дочь, которая сказки рассказывала, что ищет маму, чтобы жить с мамой. Ну, до шести лет с мамой жила. В шесть лет у меня мама попала в тюрьму. У Кустова Валентина Ивановна. Конечно, было несправедливо много, но она не смогла ни на адвокатов нанять, ничего. Но она немного за свой труд, она немного отсидела там год с чем-то. Давали много ей, но она мало отсидела. Мы остались у брата. Брат, конечно, бил. Бил сильно. Еще в школу я не ходила. Бил, бил. Люд в школу пошла, в первый класс, в шестьдесят восьмую школу. Там подружилась с Людой. Она около дома, прямо около школы был. Ну, часто с синяками приходила. Люда маме, видно, рассказала. Они стали меня к себе забирать. Меня отдали в интернат, который сейчас в Курган-Тюбе, не знаю. До девяносто третьего года там было педучилище. Сейчас не знаю, что там. А там раньше был интернат. Проучилась я. Первый класс закончила. Летом меня никто к себе не забирал. Но тут мама освободилась. Она съездила в Фергану, забрала младшего братишку. Забрала меня. Стали жить нормально. Она сначала работала в столовой в парке в одиннадцатой. А потом в сельхозтехнику ушла главным бухгалтером работать. Потом мама опять влипла. Опять пришлось. Ну, дело потом... Они ее не посадили. Мы просто уехали с города. То, что ей уже... Она младшего моего братишку родила уже под 40 лет. 40 было, 39 полных. Время-то шло уже к пенсии. Мы переехали в Калхазабадский район. Квартиру в Курган-Тюбе закрыли на поселке Ломоносово, барак. И переехали в Калхазабадский район, в совхоз Гулистан. Там просто председатель, мамин знакомый был. Она хотела на ферме поработать. Два года последние, чтобы больше пенсия была. Переехали туда. Потом пенсию заработала. Она все... Мы вернулись в Курган... Нет, вру. Мы тут же поработали. Она пенсию заработала. И мы тут же... Вот совхоз Гулистан... Он... Здесь вот совхоз Гулистан, а там дальше радиоцентр. Это от Москвы обеспечение. У них как огороженная зона. Свой садик, свой кинотеатр, свои магазины. Четырехэтажные, двухэтажные дома. Она туда пошла, завхоз в садик. Вот тут, конечно, все хорошо было. И у нас двухкомнатная квартира на четвертом этаже. На третьем этаже наша заведующая жила. Все было хорошо. Но никогда... Вот здесь, конечно, была очень огромная подстава. Это еще тогда, кто знает, в Курган-Тюбе это громкое дело. Было судебное, плодовощной базой города Курган-Тюбе. Там гремело все. Ну, а хотели под шумок и мою маму туда. А садик-то небольшой. Сколько-то там детей мало ходит. Поселок там маленький. Например, она получает 100 килограмм морковки на плодовощной. А ее накладная нормальная остается, которая туда сдается, там нули рисовались. И все на маму. Один прекрасный день. Мама приходит и говорит, сейчас у нас будет обыск. А я говорю, а что у нас еще-то? Мы живем в среднем, у нас не золото, ничего нет. Мы в среднем живем. Что у нас ищут-то? Она говорит, не знаю, чего ищут. Опять на меня хотят крайне сделать. Ну, у нас ничего не нашли, но дело на маму завели. По ее отчетам и накладным у нее все нормально. А то, что те люди делают, говорит, пусть это суд разберется. Ну, до суда не дошло. Вот тут самое начинается мне. Я 16 лет получила там паспорт. Переехали мы в Курган-Тюбе, потому что дело назад вернулись в свою квартиру. В итоге начальник управления внутренних дел, который всю жизнь потом мне помогал. Это Абдурахимов Карим Абдурахимович в Курган-Тюбе. Он просто сказал, Валентина Ивановна, на вас просто хотят всю плодо-овощную базу повесить. Мой вам совет. Оставьте детей или возьмите с собой. Вам будет тяжело с двумя. Вы будете все насчитаться в розыске. Пока я здесь все не улажу, не возвращайтесь к Курган-Тюбе. Это он ей сказал. Нам она дома ничего не сказала с братишкой. Утром я встаю. Ну, мамы и братишки нет. Я долго ждала. Очень долго. Через 4,5 года я была у подружки, там недалеко за кинотеатром Шарк, у Зульфини. В гостях раз прибегает соседка моя немка Маруся. И говорит, иди быстрее домой. Я говорю, чего? Там твой Олег приехал, такой длинный стал. Я говорю, как, Олег, при***й, мама. А мамы, говорит, нету. Ну, я пришла, такой здоровый стал, уезжал такой маленький. Я говорю, как же ты? А где мама? В Волгограде ее бросил. Я говорю, а почему ты ее бросил? Потому что, говорит, я устал там у одних жить, там у других жить. Я хочу к тебе. Я вот с Зайцев, говорит, ехал с Волгограда до Душамбе, говорит. Через год после, как приехал братишка, я иду с подружкой, гуляю по Олейке. И вот на той стороне, около воинской части, вижу, вот идет человек, вот женщина. Ну, так походка, вот все на маму похоже. А это уже где-то часов 10 вечера было. Я говорю, Лен, эта женщина, по-моему, моя мама. Она говорит, ты что, дурная? Матери уже сколько лет нет? Я говорю, а вдруг вот она не знает, что уже розыск, а с нее уже розыск сняли, все. Она просто боялась ехать, не верила. Я говорю, вот, вот давай подойдем. И мы переходим дорогу, и я кричу, просто сзади идем. Я говорю, мам, и она оборачивается. Вот тут меня как затрясло. У меня было тоже ощущение, что, наверное, у моей родной дочери, у Тахмины, на этой программе. Ну, я тем более маму простила. Давай я уедем, у меня знакомая в Самарканде, сейчас Олега дождемся. Я сказала, я никуда не поеду. И мне Олег все рассказал, как вы уехали, намучились там. Я лучше как-нибудь здесь. Здесь дом, здесь все, я никуда не поеду. В итоге моя мама утром, братишка, опять не пришел, ушел от друзей сразу на работу. Я когда поехала на работу, я говорю, ты будь здесь, говорю, дома. Все, говорю, а я поеду к нему на работу, скажу, что мать приехала. Когда мы с братишкой, его шеф отпустил, вернулись домой, мамы уже не было. Опять. И моя мама только появилась, когда мне было уже 22-й год. Когда у меня уже, ну как бы, у меня мой родной, это действительно, вот старшая дочь, это не моя, я ее не рожала, если это правда. Братишка нагулял с девочкой, вот. Вот, они не хотели ее отдавать ему замуж, вот. А живот рос, и у нас по срокам с ней одинаково было. Мой ребенок, он умер. Ну то, что у меня связи были в Курган-Тюбе, она как, ей сказали условия братья, и мама поставили. С ребенком домой не приходи. Братишка плакал. Тут мой ребенок умер. И сделали так, что моя справка ушла к ней, что ее ребенок умер, а эту девочку, как будто я родила. Зарина мне не родная дочь. И вот приходит невестка ко мне в гости, вот эта Валя Губарева. И говорит, мне надо тебе кое-что сказать. Я говорю, что? Она говорит, что-что, говорит. Мать твоя в душам бы. Мне ее так стояла, стояла, хоп, на диван, мне аж плохо стало. Как в душам бы. Говорит, иду там, мы ехали, по работе были, говорит. И ехали, говорит, остановились там кое-что посмотреть, купить. Ну, говорит, я там увидела, говорит, красивые такие побрякушки, серьги, там все, надо было купить. Я, говорит, подхожу, говорю, а где продавец? Жей, кто этим торгует? Мне, говорит, женщина отошла, сейчас подойдет. Когда она подошла, говорит, я чуть в обморок не упала, смотрю же, говорит, мать. Она, здравствуйте, Валентина Ивановна. О, Валя, как, че? А она, говорит, мол, а вы знаете, говорит, что Алла в Курган-Тюбе? Как в Курган-Тюбе? Мол, она так сделала, сказала, как будто она меня искала. Она, ну, дай адрес. Она, короче, дает ей свой адрес. И вот уже конец лета, дочке в школу идти, старшей. Сидим дома. Звонок. Племянница прибежала. Собирайтесь, давайте быстро. Ну, я позвонила, машина приехала, мы поехали. Бабушка приехала. Ну, я приехала там. Ну, приехали домой, все, она у нас. Потом она, говорит, повезла, она сказала свой адрес, где она живет там в Душамбе. Мы там у нее приезжали в гости с дочками. Я побыла назад, потому что дочкам в школу маленькая-то не ходила. Мы в гостях здесь в Душамбе, на этой футчике 46. И раз приходит почта. Тетя Аня берет почту и говорит, Алька, тут телеграмма. Я говорю, что за телеграмма? Она говорит, с Россией, Ларонеж, Россош. Я, ой, наверное, говорю, братишка надумал, говорю, приехать. Может, не с женой, говорю, так один решился. Я беру, читаю телеграмму, и там написано. Если можете, приезжайте на похороны. У меня все вот. Ну, я его воспитала, считай. Руки, ноги. Тетя Аня меня начала успокаивать. Я говорю, тетя Аня, ладно я, я не знаю, как матери сказать. Она говорит, как-нибудь скажем. Ну, мать вернулась, но ее сердце все равно, какая мать не была, сердце чувствует. Мы сначала молчали, молчали. Потом она говорит, что-то вы странные, ну-ка говорите. Ну, мы сказали. Ну, ей, конечно, тут немного плохо стало. Ну, что, я, конечно, куда я с дитями поеду на похороны? Я решила, это 93-й год. Я решила ее отправить. С июня месяца пошли телеграммы. Встречай, вагон такой. Поезд Москва-Душамбе. 20 телеграмм через определенное время. Так, до ноября месяца. В ноябре месяце детей уложила спать. Уроки Зарина сделала. Все, уложила спать. Смотрю, телевизор лежу. Показывают Москву. Вот это у нас же в Таджикистане бездомных. Мы не знали, что такое бомж слово. Мы этого... И она никогда выросла, этого слова не знала. Вот. И показывают вот это бездомных там на вокзале. У меня как плохо стало. У меня сразу в мысли. Не зря. Что-то она куда-то опять вляпалась. Ну, не зря. Что, 20 раз я хожу ее встречать? Нет. Ну, не может быть такого. Что-то не то тут. Ноябрь месяц. Как сейчас, помню. Это было 13 ноября. 16-го я уже выехала. 66 лет. Она уже, сами знаете, какая тяжелая была. И болела часто. Я поеду, найду. Вот. У меня такое ощущение, что она вот в беде. И там вот на этих вокзалах мостой. Я поехала. Я взяла 4. Все, что запас денег был, я оставила в Флюре. Вот все, что в доме, ковры, целый сундук хрусталя, мебель шикарная. Я сказала, вот Флюр. Дети. Это еще в садик не ходят, дома сидят. Это в школу ходят, в 3-й класс. Вот пока я не приеду, вот деньги. Вот что в доме есть, не жалей. Не жалей. Это мои руки сделают, еще я наживу. Мне 20, говорю, 9 лет. Продавай, но детей никуда не отдавай. Все, они меня, дочка старшая, Наиль, Флюра, младшая, маленькая Тахмина, провожали на поезд 16 ноября. С четырьмя чемоданами лимонов. Денег с собой я взяла вообще мало. Я на лимоны думаю, если что, продам. Но я не думала, что я так долго тут буду. Все, и вот в один день, 27 декабря, холодно, мороз такой в 93-м, сижу на Орехово-Зуево на вокзале, электричку жду с контейнером. Сижу, народ весь сгреется, там зал небольшой, это сейчас после ремонта там большой, раньше небольшой зал был. Сижу вот так, смотрю, спиной стоит женщина и разговаривает с другой женщиной, с блондинкой. Когда вот она вот так полуоборот сделала, у меня все, у меня руки, ноги, силы, все, мама. Да, я беру тачку, тихо сзади подхожу. А эта женщина, с которой она разговаривает, она на меня такими глазами, мол, что ты к нам подходишь, ты кто такая? А я тихо подошла и стою. И видно по взгляду той женщины, мать моя поняла, оборачивается, у нее слов не было, рот открылся. А ты как тут? Я говорю, а я вот так называется ищу тебя. Но говорю, все-таки меня Бог услышал. Пока, говорю, только второй месяц пошел. Но нашла. Она, Марин, это моя дочь. Ты куда сейчас? Ты где? Я говорю, да я вот через линии там на квартире живу. Вот пирожки, говорю, торгую. На дорогу зарабатываю, чтобы за квартиру платить. И тебя еще поискать. А после двух года думала, уезжать. Все, если не найду. Что будет, то будет, говорю. Там дети. Ну что, говорю, давай. Давай, я еще как, Новый год, говорю, сейчас торговля, народ, говорю, я поторгую. Говорю, да на билет нам на обоим, поехали домой. Она говорит, не сможем поехать домой. Говорю, почему? А почему, что это за телеграммы? Говорю, были 20 телеграмм, мы ходим как дураки встречать, а тебя нет. Она говорит, у меня паспорт украли. Когда ехала назад с похорон, говорит, с Воронежа на поезде до Москвы. Я с Москвой должна была, с Павелецкого, она дома Дедова. Ну, говорит, в электричке уснула, у меня сумку подрезали. Я вообще, говорит, без ничего осталась. Чтоб ты не волновалась, вот давала эти телеграммы. Я говорю, как я не волноваться, если я хожу, а в поезде тебя-то нет. Она говорит, я не знаю. Я говорю, ну, в посольство. Она говорит, я ходила. Я ходила, говорит. Сказали запрос, сделают, все. Я ей не поверила. Я дождалась, когда все по российским праздникам в январе, все пройдут, пошла сама. Вот. Ну, я не буду кривить душой. Мне тогда сказали, 200 долларов давай, справка будет для мамы. У меня паспорт еще в то время был. В посольстве или святой? В консульстве. Не, в посольстве, в консульстве, да. На этом же, где оно сейчас и находится, вот в этом месте. У меня истерики. Я хочу домой. У меня сердце болит за дочек. Я не могу ее тут бросить, старую. Там душа за тех болит. Заказываю переговоры с Павелецкого. Там не... Прямо сейчас там закрыли этот ход. Там был переговорный пункт на Павелецком. Тети в Курган-Тюбе. Как они там? Да ничего, говорит. У Флюры пока еще. Вот я, говорит, и была, говорит, в душамбе, говорит. Я заходила, говорит, тетя Аня. У Флюры, говорит, они. В школу ходят, все нормально, не переживай. Ну, конечно, говорит, скучают, ревут. Я, говорю, нашла я ее, говорю. Вывезти не могу, говорю. У нее документов нет, говорю. Я сама, говорю, ехала, видела в этот... Я ехала уже в 93-м, говорю, в ноябре. Видела, как проверяют, говорю. Особенно Казахстан и Узбекистан. Это, говорю, вообще. Там без документов, говорю. Россию я провезу, говорю. После Таджикистана провезу, говорю. Ну, вот этих, говорю, я не... Особенно, говорю, Казахстан. Узбекистан еще, говорю, можно. Ну, Казахстан, говорю, это что-то, говорю. Она, ну, вот это растяпа. Я говорю, что растяпа-то? Она старая уже, уснула, говорю. Вот и все, говорю. Вот так, 94-й. Никакой, ничего. Все еще хожу, посоль. Я ходила к депутату Старовойтовой. Мне говорят, идите, выезжай, если еще прописаны там. Вам только... Я один раз никогда не забыла, когда посолом был Сафаров. Я уже, когда приходила в консульство, когда вот говорили там про деньги, я видела, как там дают кто деньги. Там в очереди спокойно об этом люди говорили. Я пошла, разозлилась, пошла на гранатовый переулок, в посольство. Я в эту дверь так стучала, что вышла молодая русская девушка. Она сказала, что она секретарь. Я сказала, я сейчас журналистов сюда приглашу, если вы мне не поможете. Откуда ни возьмись, вышел консул. Привел меня туда, в консульство. Сказал, вот это, вот эти, вот эти, вот эти, вот принеси бумаги. Вот как она, что она твоя мать? А у меня же митрики, я откуда знала бы. У меня только паспорт, у меня в паспорте не написано, что она моя мама. А если бы я знала, что митрики нужны, я бы их взяла. Там по-русски написано и по-таджикски, что она моя мать. Ой, я сказала, я это никогда не смогу, говорю, здесь взять. А моя мама ходит, уже милостыню собирает. У нее на плакате написано, я попала в беду, я с Таджикистана. Помогите мне уехать домой. У нее на плакате, говорю, вот так написано. 96-й год, весна, да, весной. Я осталась сама же без паспорта. Все. Вот тут я пришла. Ой, это кто сейчас бездомный? Еще есть тетя Валя, Светка Рязанская. Дядя Вася, правда, Воронежский умер. Светка Хохлушка, наверное, спилася. Ну, есть еще Райка, тетя Валяна, дочка. Они скажут, я тогда, я вот эти сиденья кидала, швыряла на Павелецком вокзале. Теперь, говорю, все. Я ни детей не увижу, никогда к ним не уеду. Я никто и ничто. Я теперь говорю, бомж, бомж. Все. Но я беру мамы, дай денег мне. Зачем? Я поеду в Мичуринск. Я не хочу быть на вокзале. Я не привыкла жить на вокзале. И мне твоя милостыня не нужна. Я хочу сама. Пусть я буду торговать. Пусть что? Ну, я буду своими руками зарабатывать. Я, может, в Мичуринске найду выход. Уеду домой, получу тебе там паспорт по знакомству, вернусь за тобой. Вот этот же нор ей сразу не понравилось. Не связывайся с этой женщиной. Эта женщина, говорит, надурит тебя. Ты простофиля, говорит, опять куда-нибудь вляпнешь. Я говорю, мне лишь бы помог доехать человек до Душамбе. Мы собираемся. Она мне, как сказала, не знаю, работает он сейчас или нет. В Ташкенте он садился. Шухрат его сдавали в ФСБшник. И ехал он всегда до границы Таджикистана с Узбекистаном. Дотуда на нашем поезде в Душамбинском. Потом вот назад на нем ехал. Это ее был знакомый. Короче, в Азенках российская таможня мне слова не сказала. Прошлись слова. А в Казахстане пошли, но все-таки деньги сыграли роль. Я хорошо наторговала. С меня проводник в то время взял один миллион. Один миллион денег. Ну, один миллион, да. Вот. Ну, он в Казахстан меня провез. А в Ташкенте вот уже сел этот и без слов он сразу... Как она уж с ним... Он пошел, она его что-то кликнула. Он пошел. Вот шли они по вагонам. Мы были в купе. Она его сказала. И все, у нас уже проблем не было. К нашу куку уже никто не заходил, ничего. Поехали моих детей искать. Пока добрались до Флюры, уже под вечер было дело. Куда идти, знаю, идем. И вот ее муж Володька, ну что же мы с юности-то знаем друг друга все. Он как увидел, говорит, Алька, наконец-то ты приехала. Говорил я этой дури, говорил я этой дури. Я говорю, что ты ей говорил, где она дома? Я говорю, что ты ей говорил, чтобы детей она твоих не отдавала. Кому не отдавала? Ну, Флюра и говорит. Ну, что говорит, у Рамзии сестра, говорит. Сурхандари. Ну, короче, это уже Узбекистан, да, считается. Станция Сурхандари. Не оба станции. Ну, короче, не до Термеза, не доезжая. Там такой кишлап. Там этой Рамзии сестра, которую я в жизни в глаза свои не видела. Никогда ее, эту розу, в жизни не видела. Никогда. Слышала, что она раньше в Ригаре жила, а в глаза ее никогда не видела. Что вот они моих дочечек отдали в этот кишлап. Она там учительница русского языка в узбекской школе. И, представляете, это просто... Мы остались, переночевали до утра. И как... Вот когда предательство друзей видишь, это еще больнее, наверное. И утром мне человек, который моих детей, считай, отдал в рабство, говорит, «А я же их смотрела эти годы, ты денег не дашь?» Ну, я вот так ей сколько было русских денег кинула. Гуля говорит, «Ты что делаешь? Куда мы сейчас поедем искать детей? За что?» Я сказала, «Вот что есть, вот это детское, ну, оставим там лишь бы, если найдем, одеть. Остальное, говорю, сейчас продадим». Вот пусть этот человек только, чтобы я и не была должна. Когда мы их нашли в этом кишлаке, вот вы не поверите, я мимо, вот ворыки сидит, что-то там делает в воде. Я, господи, я как увидела, что там дом кирпичный только строится, а вот это из глины сарай. Я думала, что там коровы или бараны. Оказывается, там на полу они все на земле, но как собаки спали. И муж, жена, ихняя мать, ихние сыновья и мои дочери. Еще тут старшая дочь, вот она, ну, как воспитала-то я ее, я ее называю дочей, Зарина. Это когда вылезла около своего кишлака Роза и говорит, «Может, со мной останешься, Зарина?» Это вроде бы за Гуля ей, говорит, «Ты что, дура? Это твоя мама, ты с мамой должна быть. Какой еще тебе женщина? Тебе мало ты в грязи в какой спала? Ты у мамы так спала?» Я говорю, Гуля, я сама не знаю, что теперь будет, куда я их везу и что везу, я сама, говорю, не знаю, не знаю. Уже считаю, дома нету, ничего нету, говорю, там квартира. Это мне сейчас надо минимум опять деньги ехать, говорю, у матери брать, говорю. Она, говорю, если узнает, что я тебе оставила детей, она ни копейки не даст, говорю, потому что она тебе сразу в лицо сказала, она тебя не воспринимает, она тебе не доверяет. Вот. Короче, привезли мы их в Термес. Ну, вот приехали к этой женщине, переночевали ночь, они баню натопили, мы их там накупали, все. Утром, верно, приехали в Термес. Это уже 97-й год наступает. Ну, вот. У меня 33 года там справляют, и я собираюсь ехать в Москву. Без паспорта, без ничего? Гуля опять с Шухратом договорилась. Он проезжал, когда она с ним договорилась, он сказал, что до границы с Казахстаном довезет, ну, а там он шепнет кое-кому, что меня не тронут. Ну, вот, без паспорта, да. Потому что, ну, на паспорт, на все деньги нужны в Таджике, на все даже получать паспорт. Я до матери. А она тут, оказывается, пока детей вообще заболела, тут за ней эти бездомные ухаживали на вокзале. Приехала тут она вообще никакая, руки и ноги трясутся, больницы не берут. Если сейчас еще можно попасть. Я вот сама бездомная, как попадала в больницу в Москве, держали нормальные 21 месяц. Но в то время, меня даже со спецприемника, когда забирали, до светофора довозили на Новослободской, и говорили, иди все равно, тебя не возьмут без документов в больницу. Я шла назад в спецприемник. Я говорю, где, ты нашла детей? Нашла. Где они? Говорю, угули. А-а-а, все-таки эта аферистка обманула тебя таким путем. Теперь будут с тебя деньги сосать. Я говорю, я знаю, зато они там чистые и сытые. В очередной раз я приехала в Москву, говорю, мам, я проеду. Я вот приготовила, говорю, все дома для тебя. Ну, подогреешь, покушаешь, говорю. А я поеду, чтобы туда-сюда на электричке, говорю, не мотаться. Говорю, два дня на вокзале посплю, два дня поработаю, побольше привезу денег домой. Ну, вот, она говорит, ладно, когда я вернулась домой, мамы нет. Оба-на. Все, ну, конечно, на вокзал первым делом прибежала. Все бездомные ее знали. Все мы разбились на части по всей Москве. Все искать, кто по вокзалам, аэропортам, больницам. Последняя на Павелевском вокзале больница есть. Я уже туда последняя-то была. Я захожу в приемный покой, говорю, вот такая-такая, вот по описанию не поступала. Я говорю, нет, я говорю, она может быть в памяти, назвать себя вот такой-то, такой-то. Нет, говорит. И вот там мне женщина прям такой, говорит, а вы знаете, что по Москве есть служба, которая, если где-то на улице или в Эквиричке стала человеку плохо без документов, то если есть какие-то приметы, туда в компьютер как бы вносится. Я говорю, я не знала про такую службу. Она мне дает номер телефона. Я звоню, мне говорят, кого ищете, я называю такое-такое. Приметы. В чем одета? Ну, я посмотрела, что дома нет. Говорю, сапожки черные, юбка, там куртка, пуховый плато. Приметы. Я говорю, приметы, на носу, говорю, такая, как типа родинка. И на лбу. У меня с одной стороны, говорю, у нее с другой. Мне сказали, ждите. Ну, минут 20 подождала, и мне был такой ответ. Езжайте в Кусково под Москвой, зайдете в отделение, выдадут вам на опознание в морг милиционера и пойдете на опознание. У нее могила общая, у меня ни московской прописки нет, у меня никакого документа нет. И с тех пор я не смогла больше ни в какой Узбекистан ничего проехать. Одна из оставленных дочерей нашла Алифтину и написала свою версию этой невероятной семейной драмы на Первый канал. Но теплой встречи не получилось. Увидевшись со своими детьми, спустя столько лет они уже стали чужими друг другу. Холодные закоулки московских вокзалов оставили свой отпечаток. Изменив героиню, пробудив в ней основной инстинкт выживания. И в этой среде на задний план ушло все то, что так ценит человек. Любовь, дружбу, семью. Что же говорить о детях, лишенных заботы родной матери? Ничего, вот так, оказывается, вот это деларом, это как я потом узнаю, приходит Гуля, Гуля ее вот это боялась всегда, женщина боевая это. Она не могла ей отдать 600 долларов, которые занимала. Это деларом берет моих детей у нее как бы к себе, как в залог за эти 600 долларов. Старшую Зарину не так издевались. Она старшую Зарину отдает своей сестре, у которой в Термезе муж милиционером работает, который ей дал и фамилию свою узбекскую, и отчество. – Деларом от Алифы. Старшую, да, своей сестре родной. Так мне не досталось сильно. Деларом обманывая. Я говорю, ты вот если такая вот сейчас уже умная, взрослая, 26 лет, ты хоть бы раз сказала, если мама у тебя взяла 6 тысяч долларов, как ты говоришь, покажи расписку. Она ее всегда била и говорила, ты у меня в залоге будешь пахать. Она в шкудала ей 3 класса только учиться. Ничего, никуда. Била страшно. Ну, со слов Тахмина я сама не знаю. Это только-то дочь говорит. Может, это и неправда. Я опять же верю дочери, а теперь я уже и боюсь верить, как она мне написала после программы. Все, что я тебе ВКонтакте и в Одноклассниках писала, это был все обман. Кому теперь верить, я вообще не знаю. Моя дочь до 8 июня этого года. Нашла она меня в ВКонтакте в прошлом году, в октябре, мне есть в конце октября. У меня же там у Кустова Алифтина написано. Она мне пишет, по-моему, вы моя дочь. А мама? Я говорю, ну, по имени да, по-твоему. А как у тебя отчество? Она пишет, я говорю, тогда да. Я в Термезе. Я говорю, хорошо, а в Термезе ты у кого я тебя оставила? Я ей первый вопрос задаю. Она говорит, у Диларома, я говорю, это неправда. Я тебя оставила? У Гули. Это, говорю, и сестра, и Исан, и все соседи. Говорю, и Закир. Это все подтвердят. Говорю, я оставила вас. А как вы попали в Диларом? Это уже, говорю, без меня. Тахмина все время от нее... Тахмина ее просила меня искать в Москве. Ну, как... То, что она написала, когда мне вот совершенно недавно друзья приходят вот здесь, в Твери, и говорят, слушай, говорит, мы такую дрянь прочитали ВКонтакте. Я говорю, где? А уже, говорит, Задорнов с Юлей, говорит, убрали твои ролики, где ты говоришь, что дети погибли? Я говорю, а потому что я сказала, говорю, я сказала это от отчаяния. Уже потому что я все обошла. Все организации... В Таджикистане писали, в МВД Таджикистан, а в Центральный архив Таджикистан? Восемь запросов в Таджикистан. Я сама их читала, ответы. В связи с военными действиями архивы уничтожены об этом человеке. Ничего не можем сообщить. Я сама читала эти ответы. В Центральный архив, которые сохранились... Ну, если органы посылают запросы, я-то чего? Если я органам верю, ГУВД города Москвы. Восемь раз, восемь. То есть до сих пор у вас не опасно? Нет. Она столько лет бегала, как мы знаем, 22 года прошло. Мы сперва на ее стороне как бы так не заступали. Хотели бы узнать у нее всю правду после передачи, да? И тут пошло такое интересное, что она ушла со студии два раза. Два раза ее возвращали. А потом в третий раз, уже я смотрю, начали ее провожать. Быстрее, быстрее такси подавайте. И увезите, и начали угрожать ей милиции. Что мы тебе сейчас милицию подадим. И она в это время говорит, пока вы мне не оплатите то, что вы по контракту подписаны, было со мной деньги, я никуда не уйду. И мы, нас заинтересовало это, я говорю, а покажите, пожалуйста, какие контракты, о чем вы говорите. И она нам показала документ, который был действительно написан, что ей должны за эту передачу дать 100 тысяч на оплату коммунальных услуг, где она живет. Правда, она была без печати, без подписи. Я сразу сказал, что это фальшивка. На передаче на Левтину накатилась целая волна осуждений. И, конечно, людей понять можно. Но нас там не было среди бездомных и попрошаек, отвергнутых обществом. Среди тех, кто удостаивается в лучшем случае надменного пренебрежительного взгляда. И ведущий передачи тоже поддался первой эмоции, не сдержав себя в отношении героини. Вы кидрозом, а не бомжом, скажите, никогда бомжом не был. Да, моя дочь написала на программу и Гордону, Гордону мужской и женской, и на НТВ все будет хорошо. Теперь то, что у меня долг есть по этому кредиту, и за комнату я уже 4 месяца, вот завтра 1 число отдавать уже пойдет 5 месяц, я клюю на эти деньги. Я бы никогда не пошла на это. Юлия Елисеева, которая записывала этот ролик, она сказала, «Алевтина, ты не имея документы, подписывая что-то, это не имеет юридической силы. Я встречусь, мы отсюда в пятницу выезжали, 12-го, я, говорит, 12-го утром встречусь, мы подпишем договор, вот только тогда ты можешь выехать на Москву, когда я тебе позвоню». Когда она позвонила, что все она подписала, я виновата во все. Человеку не в отказ пошел. Так вот эту правду почему не показали они там, как мать рассказывает, что оставила в Душамбе кому что, как нашла в кишлаке, и почему оставила в Термезе. А что было бы на вокзале? Проститутки были бы. Хорошо, вот сейчас передача не вышла. Да, тут по договору написано, что вы имеете право за кредит показывать. Имею, я тоже это читала. Вы собираетесь обратиться в прокуратуру, чтобы писать официальное им письмо, чтобы... А без документов вот как что? Ну, естественно, мы помогли, ходили с ней сколько, и, естественно, мы этот паспорт получили в итоге. И теперь она может официально законно подаваться в суд на Первый канал, и в частности на Гордона, так как господин Гордон хамил ей это записано съезд. И совместно с другими уже пострадавшими от Гордона, они хотят подать в суд на Гордон, чтобы довести это дело до конца. Со слов Алифтины, передача была ее возможностью оплатить всем квартиры, но обещанных средств от Первого канала она так и не получила. И сейчас она вновь вернулась на вокзал, ставший ее домом, уже изрядно постарев, с больными ногами, но с приобретенным умением выживать в любых обстоятельствах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok